Здравствуйте, уважаемые дорогие дети! Hello! Я учитель информатики ФМН Нишку Родак Тюбе. Я хотела вам представить сегодня урок алгоритмизации и программирования 11 класс. Прежде чем начнем урок, я предлагаю вам поприветствовать друг друга на светском приеме. Леди делает преферанс, а юноше поклон. Далее мы с вами разделимся на группы. Для того, чтобы разделиться на группы, я приглашаю всех учащихся к центру. Вам нужно будет вытащить у меня карточки и собрать песни. Собрать песни, и вы должны построиться по определенной последовательности. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо, ребята! Молодцы! Далее, давайте в группе, которые у нас сейчас сформулировались мы с вами приготовим кофе и бутерброд Скажите, пожалуйста, что вы совершили для приготовления кофе и бутерброда Конечно же, последовательность действий А как по-другому можно назвать последовательность действий? Алгоритмы. Как вы думаете, о чем мы будем говорить сегодня? Об алгоритмах Итак, записываем тему сегодняшнего урока алгоритмизация и программирование Целью сегодняшнего урока целью обучения является знать определение алгоритма и свойства алгоритма уметь применять блок-схему для решения задач и применять полученные знания на практике Скажите, пожалуйста, кто может из вас сформулировать определение алгоритма? Алгоритм – это последовательность действий, приводящий к результату У вас у всех верный ответ Правильно, алгоритм – это и есть последовательность действий, которая приводит к конечному результату Итак, давайте с вами запишем определение алгоритма Под алгоритмом понимают понятное и точное предписание исполнителю совершить последовательность действий направленных на достижение указанной цели или решению конкретной задачи Скажите, пожалуйста, каким должен быть алгоритм? Как вы думаете, какая ассоциация у вас возникает со словом алгоритм? Как вы думаете, каким должен быть алгоритм? Я вам даю минуту для того, чтобы расписать ваши ассоциации на слово алгоритм Спасибо, ребята! Далее Перед вами стоит Перед вами находится выражение s равно a плюс b и s равно l логарифм натуральный 1 3 Скажите, пожалуйста, понятно ли вам условие данной задания, данной задачи? О чем говорит данное выражение? Конечно, в первом случае это нужно было находить сумму двух чисел s равно a плюс b а во втором случае вычислить натуральный логарифм числа 1 3 Скажите, пожалуйста, задачи, которые каким свойством будет обладать следующие каким свойством обладает алгоритм Что вы можете сказать просмотрев данное выражение? Правильно! Первое свойство это понятность то есть задание, которое дается исполнителю, должно быть понятно исполнителю Понятность это термин понимает указанные под этим термином понимает указания, которые понятны исполнителю Дается следующее словосочетание казнить нельзя помиловать Скажите, пожалуйста, о чем идет речь в данном случае казнить нельзя помиловать У вас возникает двоякая мысль казнить нельзя помиловать то есть и казнить нельзя помиловать в данном случае решается судьба человека Расскажите, пожалуйста, каким будет следующее свойство алгоритма? Что мы должны проделать? Мы должны точно поставить знак припинания. Следующее свойство – это точность, или же по-другому называют его детерминированность. Determinate – определенность или уже точность. Любое действие алгоритма должно быть строго и недвусмысленно определено в каждом случае. Следующее. Вот только что вы заваривали кофе. Допустим, вы завариваете чай также. Сколько способов существует заваривание чая или даже кофе? Приведите, пожалуйста, примеры. Из приведенных вами примеров мы видим, что существует несколько способов. То есть мы можем взять чайник, налить воду, закипятить его или включить газ. Каждый из вас предлагает свой вариант решения данной задачи, но в конечном итоге мы все приходим к конечному результату, то есть завариванию чая. Скажите, пожалуйста, каким должно быть следующее свойство алгоритма? Это дискретность. Вы знаете, что из курса математики слово D означает 2, да? Но в данном случае мы не будем как D обозначать через 2. Это решение задачи несколькими способами. Дискретус, то есть разделенный или же прерывистый. Любой алгоритм должен состоять из конкретных действий, следующих в определенном порядке. Следующее свойство алгоритма. Перед вами дается выражение, а вы брать на же S равно A плюс B. Скажите, пожалуйста, S равно A плюс B, оно дано только лишь ли для значения 1 плюс 3, 1 плюс 5 или же 5 плюс 6? Нет, конечно же, да? То есть вместо A и B мы можем проставить любые значения A и B. Или же давайте возьмем такой светофор. Такой пример. Светофор. Правило перехода через дорогу для определенных лиц или же для всех оно является? Конечно же для всех. То есть мы все должны следовать указанным правилам. Следующее свойство алгоритма – это массовость. То есть массовость – это означает, например, один светофор у нас стоит, но данные правила выполняют все. Массовость один и тот же алгоритм можно использовать с разными исходными данными. Следующее свойство. Что вы скажете об этом выражении? S равно 5 делить на 0. Конечно же вы все говорите, что на 0 делить на 0 нельзя. Это правильно. В математике мы бы поставили S равно 5 делить на 0 и поставили пустой знак. То есть данное выражение не имеет смысла решения. В информатике этот процесс, что 5 делить на 0 нельзя, это уже есть и конечный результат. То есть это есть ответ. То есть каким бы способом вы не решали бы, как бы вы не решали любую задачу, вы должны прийти к конечному результату. То есть обязательно у вас должен быть результат. И следующее, пятое свойство алгоритма – это конечность. То есть каждое действие в отдельности, и алгоритм должны иметь возможность завершения. Один из… существует несколько способов представления алгоритма. Давайте вспомним, какие способы представления алгоритма вы знаете. Естественно математические, алгоритмические, блок-схема, да. Так, одним из способов представления алгоритма является блок-схема. Сейчас по карточкам. Вам нужно будет определить каждую из этих фигур и дать правильный ответ на английском языке. Что означает овал, что означает параллелограмм, что означает прямоугольник, что означает ромб, что означает шестиугольник и прямоугольник с вертикальными линиями. Итак, правильный вариант ответа. Овал у нас предназначен для ввода, вывода… для начала… в овале записывается начало и конец алгоритма. В параллелограмме записывается ввод, вывод данных. В прямоугольнике записывается действие. В ромбике ставится условие. В шестиугольнике это цикл с параметром. И далее это под программу, да, double line rectangle. Это означает под программу данной программы. Далее стрелочки направо, налево, вниз – это след. Что, за чем у нас следует, да. Сейчас, ребята, мы обратно же с вами в группе. Нам нужно будет собрать линейное представление алгоритма с помощью блок-схемы. С помощью готовых фигур дети составляют блок-схему на задаче линейного способа, линейным способом решения. Первая группа – составить блок-схему нахождения площади треугольника, если известна сторона треугольника. И вторая группа – составить блок-схему нахождения суммы разности произведения двух чисел. Вы в своих группах должны будете составить блок-схему. Я вам даю две задачи. Здесь есть специальные фигуры. С помощью этих фигур вы начинаете составлять блок-схему. Потом говорите мне, дописывайте, то есть процесс каждой действия свое прописывайте. И говорите, какой тип здесь использовали вы. Хорошо? Так, это первая группа, а это вторая группа. Даны два числа. Найти их сумму, разность произведений и частное отделение первого числа на второй. У вас какая задача? Даны стороны треугольника, найти площадь треугольника. Так, все. Так, все. Так, все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Проверяем, что блок-схема составлена блок-схема. Правильно ли составлена блок-схема? Мы считаем, что блок-схема составлена правильно, потому что им в данной стороне треугольника, и они должны были найти площадь данного треугольника. По первому число, которые не было на одной стороне треугольника, они должны были открыты, которые предоставлены формулу полу-килиметра. Это было правильно. В следующем прямоугольнике по формулу Избирона они нашли площадь треугольника. В следующем разуме они вывели КС, площадь треугольника и конец. Три хлопка этой группе. Ваши комментарии. Спасибо, ребята. Вы все очень хорошо поработали. Вы также очень хорошо взаимооценили работы друг друга. Вы записали комментарии к своим оцениванию данных группах. И следующая работа, которая предстоит вам, это решение проблемной ситуации. То есть задача на аэропорт. Вам нужно будет составить блок-схему с выполнением условий. Дается задача. Данной задачей вам нужно выполнить одно из следующих условий. Пассажир прилетает, то есть пассажир находится в аэропорту. Ему нужно добраться с аэропорта домой. И здесь дается условие задачи. Вам нужно будет составить блок-схему решения данной задачи. На данный вопрос, на составление данной блок-схемы я вам даю 10 минут времени. вопрос. Спасибо большое. У вас неплохо получилось. То есть на что вам нужно было обратить в данном случае, это от старта. вам нужно было определить, есть ли у вас деньги, есть ли у вас багаж и есть ли у вас лицензия на вождение автомобиля. Данное, вот вы должны были просмотреть данное условие, то есть вы можете добраться до места назначения на машине, взятые на прокат, на такси или же на автобусе. Я надеюсь, у вас у всех получилась аналогичная блок-схема. Следующее задание – составление программного кода. То есть вам нужно будет составить программный код, узная свой возраст, рассчитать свой возраст в днях, годах, минутах и секундах. Очень просто узнать, сколько дней, часов и минут прошло с дня рождения. Подсчитайте, сколько дней осталось до вашего следующего дня рождения. Вечер должно было получиться вот такая вот программа. Допустим, мы вводим дату от, начиная 22.01, ну, код пусть будет 1993, начиная от часов, каких, с 9 часов, 30 минут до сегодняшнего дня. Возьмем, 16.02, 2000 на 15.01, 16.02, ой, я не ссорю. Так. 16.02, да, 2 минуты, 0.00 секунды. Вычислить. С 22 января 1993 года по сегодняшний день у нас прошло 696,407,520 секунд. В минутах это составляет у нас 11 миллиардов 606 миллионов 792 минуты. В часах это у нас 193,446 часов. И прошло у нас с этого момента 8 лет, 8060 дней, 6 часов 32 минуты, да. Вот такого рода задачи я вам предлагаю решить в данном случае. Думаншняя работа, внести изменения в программу, которую вы сейчас составили, внести изменения в данную программу, которую постоянно будет запрашивать возраст и имя, пока не будет введено имя, конец. Все ли вам в сегодняшнем уроке было понятно? Ребята, берегите зрение. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова